В 12.06 в Кирове продолжается программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Тема нашего разговора сегодня «Держим оборонку. Проживут ли кировские машиностроители без госконтрактов?» А и в гостях у нас сменился пол участников, несколько обновился. Это Александр Васильевич Максим, исполнительный директор завода «Сельмаш». Добрый день, Александр Васильевич. Здравствуйте. Владислав Попов, замгендиректора «Сельмаша» по коммерческим вопросам. Здравствуйте. Ну и по-прежнему у нас в студии Иван Губин, директор политехнического института Вятского госуниверситета. Ну, надо отметить, наверное, что Владиславу Леонидовичу только что о новостях мы услышали, да? Да, федеральный бизнес-омбудсмен господин Титов утвердил, как регионального бизнеса-омбудсмена. Он не утверждает, он так же, как губернатор согласовал. Он согласовал. То есть, таким образом, я сейчас являюсь уже согласованным бизнес-омбудсменом по Кирову и от федералов. Сейчас осталась последняя процедура. Это 29 числа у нас будет пленарное состояние ЗАГС-собрания. Марта. Извиняюсь, марта, да. На котором уже общим собранием депутатов будет приниматься решение, либо доверить мне такой же государственный пост, либо нет. То есть, до этого момента я работаю пока на общественных началах. Я теперь понял, что значит слова по телевизору. А что Титов? А Титов согласовал. А Титов согласовал. Совершенно верно. Напомню, что на сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте есть опрос, который мы приурочили к сегодняшней теме. А нам все-таки интересно, что выпускают или на что ориентируются в смысле производства гражданской продукции наши машиностроительные предприятия. Я как-то упустил из виду, что Сильмаш-то тоже тут должен был быть. Ну, давайте перечислим те пункты, которые есть в вопросе. Да, это стиральная машина мини-вятка, мясорубка гамма, мотороллер-вятка, средства самозащиты удар. Все перечисленные, ни одной из них вы готовы купить и сегодня. Я в первом части говорила, что я проголосовала за мотороллер-вятка. Я бы с удовольствием как-то на мотороллере, с удовольствием вообще на даче особенно, и с даче тоже. И меня поддерживает 23% проголосовавших ВКонтакте. Они тоже мотороллер-вятка готовы и сегодня купить. 20% мясорубку гамма, между прочим, готовы покупать. Стиральную машину мини-вятку уже никто не хочет. Средства самозащиты удар 13%. Все перечисленные продукты. 3% и ни одной из них 41%. Это ВКонтакте. 61 человек проголосовал. А на нашем сайте eho.kirova.ru 76% говорят, ни одной из них не готов покупать сейчас. И этим все сказано. Владислав пишет, что сельмаш замки, но сейчас уже вопрос мы вставить не успеем. Но если кто хочет, можете ВКонтакте писать, что я хочу купить замки производства сельмаш. Совершенно верно. Ну что, мы продолжаем разговор с нашими коллегами. Надо сказать, что в первом части мы как раз с Геннадием Валерьевичем Коноваловым разговаривали с заместителем директора по кадрам безопасности завода «Лепси». Мы хотим понять, какие конкретно разработки, какие конкретно продукты наши заводы в рамках новой волны конверсии собираются и выпускают. А что если мы хронологически начнем с того, как конверсия проходила вот та перестроечная на сельмаши и как завод после этого выжил, да, вообще, остался на плаву? И смотрим мы в сторону Владислава Леонидовича Попова. Ну да, мне удалось, как сказать, сделать два захода, хотя говорят, в одну воду нельзя быть и дважды, но я сейчас уже работаю второй раз на заводе «Сельмаш». Первый раз я как раз туда пришел молодым совершенно специалистом в самом конце 90-х годов. Это как раз был тот период, когда еще было старое в ГУП завод «Сельмаш», именно госпредприятие, и который после работы супер-маститых международных консультантов как раз получил пакет по адаптации вот этого большого оборонного монстра к реалиям рыночной экономики. Международные консультанты... Это была группа консультантов под общей гидой «ТАСИС». Такая была известная очень структура. Она сейчас не существует уже? Ну, насколько я знаю, сейчас все подобные структуры у нас и деятельность в России запрещена, потому что она имела, так скажем, двойное дно. Ну, наверное, не буду продолжать. И вот в тот период времени как раз «Сельмаш» как крупному заводу, который был сосредоточен на оборонке, было как раз предложено максимально выйти в рынок. Каким путем? В то время на «Сельмаш» было порядка 20 цехов, и фактически большой пакет рекомендаций свелся к тому, что давайте-ка вот каждый цех перейти в отдельную. Тогда еще, если не ошибаюсь, были ТООшки, не ООшки, как сейчас. И вот каждый из начальников цехов превращается в такого самостоятельного директора, и вот уже для своего производства будут искать заказы самостоятельно. Ну, вот когда читаешь, вроде бы все грамотно. Ну, когда читаешь это одно, а когда понимаешь другое, и, соответственно, после года, после вот этого дробления завода на отдельные ООшки, ну, собственно говоря, те бывшие руководители не смогли найти рыночные заказы. Я думаю, это было бы невозможно, но они нашли источник доходов через продажу активов этих отдельных ООшек. Таким образом, фактически крупное оборонное производство было просто уничтожено, как единый комплекс и фактически как состав сложных основных средств. Ну, в последние годы все-таки завод восстановился, снова начал выпускать номенклатуру, и сейчас появились ряд производств прямо внутри Сильмаша, которые уже выпускают продукцию гражданского перерабатывающего и так далее. Вот что сегодня Сильмаш выпускает из гражданской продукции, понятно, да? И есть ли какие-то перспективы видения будущего? Ну, то есть хотя бы задумки или, может быть, уже за дело, может быть, с политехом обсуждаются какие-то варианты выпуска новых продуктов? Как решается вот этот вопрос перехода на мирный продукт? Вопрос Александру Максиму. Я немножко дополню Владислава Леонидовича в какой части. Даже в начале 90-х годов гражданская продукция составляла где-то более 40%, чтобы было понятно. То есть Сильмаш, будучи серийным предприятием, даже, я бы сказал, крупносерийным предприятием, имел такую же крупную серию по гражданской продукции. Это были изделия из пластмасс. Вот сейчас все забыли такое изделие, как детский горшок-стульчик. Ой, почему? Нет, у многих еще остался. Он красненький такой. Да, совершенно верно. То есть мы были одним из предвеков, по крайней мере, в Кирове, в части производства изделий из пластмасс. Дальше очень большой линейкой была замочность кабины изделия. То есть общее количество выходило там до полутора миллионов штук. В смысле, в принципе, и выделение вятки тоже повлияло на развитие гражданского направления. Совершенно верно. То есть завод делал достаточно много изделий, которые со временем просто разошлись по городу Кирову, и образовывались различные частные предприятия, туда уходили специалисты. То есть сам по себе завод дал очень много для развития малых бизнесов в Кирове. То есть толчок как раз к развитию малого бизнеса. Совершенно верно. То есть у нас структура так формировалась, что все кадры квалифицированные, они были сконцентрированы на промышленных предприятиях. И это и было основой для развития бизнеса в начале 90-х годов. Понятно, что у нас ресурсов природных нет в таком количестве и в качестве. Я думаю, что мы их пока скрываем, просто придерживаем. Может быть, да. Но наш главный ресурс — это как раз люди и предприятия. То есть, по сути дела, предприятия, которые были флагманами в 90-х годах, они и сегодня остаются флагманами и в части технологий, и в части квалификации работников, которые трудятся на заводах. И вот в части гражданской продукции завод, по сути дела, выжил только за счет того, что выпускал достаточно много гражданской продукции во времена СССР, в 90-х годах в том числе. И самые тяжелые годы, если взять их нулевые, когда, в принципе, вот Владислав Лениневич упомянул все вот эти процессы и процедуры, когда предприятие прошло тяжелую процедуру банкротства, именно гражданская продукция и люди, кто был связан непосредственно с ее производством, вот, на своих плечах, своим трудом добросовестным, честным, вот, помогли предприятию вернуться на те рубежи, которые сегодня, в общем-то, заслуженно завод занимает. Ну, мы и начинали программу, и еще раз повторю, что выступая в 2016 году на съезде машиностроителей, президент Российской Федерации Владимир Путин призвал руководителей оборонного комплекса страны начинать подготовку к расширению выпуска продукции гражданского назначения. Почему? Потому что в 2017 году на ОПК приходится пик загрузки по гособоронзаказу, дальше начнется сокращение выпуска продукции военного назначения. То есть сейчас пока, я не знаю, чувствует это сель ваша или нет, да, именно по загрузке, пока считается, что в этом году, вернее, в прошлом году был пик, но нужно смотреть в будущее, нужно дальше развивать именно там номенклатуру гражданскую, и есть ли видение, как, куда двигаться, есть ли какие-то уже заказы. Какие рынки изучаете, да? В какую сторону смотрите? Ну, давайте я отвечу. Давайте. Хорошо. Александр Васильевич, Максим. Во-первых, все, что мы делаем на заводе сейчас, что, в общем-то, ну, вот эти подходы, они были заложены, значит, практически 10 лет назад, когда предприятие из банкротства выходило. То есть все, что приобретает завод, какие технологии завод развивает, каких специалистов он учит и приглашает на завод. В общем-то, все это имеет двойное назначение. Каждая единица оборудования на сегодня может в любой момент работать как в секторе гражданской продукции, так и в секторе оборонной. Вот, исходя из этого, мы сегодня готовы очень серьезно свое присутствие увеличить в нефтегазовом секторе. О, уже в нефтегазовом. В производстве, да, в производстве. Причем это будут не только какие-то отдельные детали и узлы, это будут машины и агрегаты. Я маленькую реплику скажу позавчера. Просто в «Коммерсанте» читал статью, интервью с Рогозиным, Дмитрием Рогозиным. Он там говорил о том, что для оборудования для ТЭКов в структуре производства гражданской продукции ОПК доля пока не высока, в среднем в последние годы составляет около 10%, но в перспективе это та отрасль, куда нужно двигаться. И как мы сегодня видим, то есть и Лепси производит насосы для сложных скважин, и Сельмаш тоже ориентируется на это направление. Не случайно. Ну, конечно. Топлено-энергетический комплекс. Оттуда, в общем-то, не уходили. Присутствие тоже оно со середины 90-х годов. Что касается именно продукции машиностроения, то есть, ну, сейчас, к сожалению, я думаю, еще около года мы не будем выпускать промышленное оборудование. Это именно станки, которые всегда завод славился этим изделиями. То есть, сейчас все забыли о том, что мы все-таки к станкостроению имеем самое прямое отношение. А это что за станки? Это были фрезерные станки и настольно-сверлильные станки. То есть, это... Это не школьные. Это не школьные. Это сегодня, чтобы вы понимали, у нас предприятие ОПК, заказывают именно оборудование такого класса, только потому, что оно достаточно надежно. Рецизионно. Ну, оно отвечает тем требованиям, которые нужны. И, главным образом, в части вот освоения районов Крайнего Севера, Дальнего Востока, то есть, там, где нужны вот мобильные мастерские, мобильные, значит, какие-то ремонтные базы. Вот это оборудование, оно очень надежно. Но это не станки с ЧПУ? Это не станки с ЧПУ, но станок с ЧПУ, в общем-то, по сути дела, если есть хороший станок... То есть, можно насадку сделать. Совершенно верно. Расшифровывайте, пожалуйста, ЧПУ. Числовым программным управлением. Это программным управлением будет правильно. Да, сейчас прервемся буквально на полминуты и продолжим. Продолжаем разговор с нашими гостями. Александром Максимовым, исполнительным директором завода «Сельмаш», Владиславом Поповым, замгендиректором, заместителем генерального директора завода «Сельмаш» и Иваном Губиным, директором политехнического института «Авиатского госуниверситета». И тут вот как раз Владислав Леонидович... После реплики о том, почему не станки сейчас... Я хочу небольшую ложку дегтя внести в то, что Григорий Александрович, потому что все это здорово, но, в основном, первое, завод обороны. Конечно, мы сейчас можем наращивать присутствие в силу наличия наших мощностей вот в этом нефтегазовом сегменте, но присутствие в чем? Мы можем делать достаточно простые продукты, но ими сейчас рынок перенасыщен. От того, что будет еще один игрок, ну, рынок-то он нерезиновый. Соответственно, мы, влезая в этот рынок, можем только демпинговать и просто делить маленькую-маленькую, скажем, маленький пирог. А вот то, что сейчас Социалистич сказал второе, что касается станкостроения, этот сегодня рынок еще пустой. Мы с этим сейчас столкнулись непосредственно закупая оборудование у нас в России. Он пустой в связи с санкциями? Он пустой в связи с тем, что он был разрушен, наверное, лет 20 назад. Но мы ведь заменяли это импортными станками, так ведь? Нет, мы ничего не покупали. А на чем вы работаете? Не сельмаш, имеется в виду Россия. Нет, 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 мы имеем в виду, что про рынок, вы сейчас говорите, что рынок пустой, станков в России не хватает. Их не хватает в связи с санкциями, я так понимаю, да? Ну, смотрите... И мы здесь можем заниматься импортозамещением или не можем? Мы можем занять достойную нишу между, допустим, продукцией юго-восточных производителей и продукцией европейских производителей. То есть всегда даже Советский Союз не обеспечил себя полностью на 100% станками. То есть были отдельные группы, которые мы впрямую покупали за рубежом. Но вместе с тем 70% той вот намекатуры, которая выпускалась в СССР, она экспортировалась за рубеж. Это были страны Ближнего Востока, это была Индия, Северная Африка, совершенно верно. Вот, страны Арабского мира, страны соцлагеря, Латинская Америка. То есть станки эти продавались. Был внешторг у нас экспорт, и туда, в общем-то, через эти структуры наше оборудование продавалось. То есть тоже зарабатывалась валюта. И наработки эти остались. Очень активно сейчас Белоруссия в рамках союзного государства работает на этом рынке. То есть они реанимируют все производства, которые были в свое время. Станкостроительные. Да, именно станкостроительные, совершенно верно. Но это все проходит при мерах государственной поддержки. Удивительно, как маленькая Белоруссия способна реанимировать каждое буквально предприятие. Но она не маленькая. И рушить цену на молоков в России. Ладно молоково. Они трактора свои продают с четкими правилами. А сейчас еще и станкостроительные. Банковскими предложениями такими, что ты не хочешь, а купишь. Не хочешь, а купишь. И почему мы приостановили производство станков? Потому что именно сейчас нужно уже оборудование, которое будет современным требованием отвечать. То есть оно должно быть многофункциональным, адаптивным, быстро налаживаемым под конкретные изделия. То есть здесь нужно будет серьезно поработать именно над системой управления этого оборудования. А кто должен эту работу осуществить? Ну, по сути дела, это вот наши умы должны. Вот коллега справа сидит. Так, сейчас мы коллеге справа передадим слово. Да, все верно. Одно из интересных направлений и перспективных для региональной промышленности, это как раз станкостроение. И есть сейчас уже разработки, собственная система ЧПУ, спроектированная кировскими ребятами, которая не уступает по большому счету аналогов, но ее нужно докрутить. А каким аналогом все-таки? Ну, аналогом мировых производителей. Ну, ориентируемся, понятно, мы, наверное, еще немцам пока проиграем, но с Юго-Востоком, да, вполне конкурентоспособны. Единственное, что с маркетингом пока не все хорошо, ну, в том плане, что это разработка, которую необходимо внедрить, опробировать на рынке и получить некий фидбэк. Собственно, сейчас этим и занимаемся. И вот когда эта система ЧПУ будет готова и интегрирована с теми станками, которые мы традиционно производили, либо теми разработками, которые сегодня появились, опять-таки, в рамках Инжелинского центра, в рамках работы по кооперации с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, это станет интересным направлением для развития. Насколько интересным, вот все-таки, вы же занимаете, вы сейчас говорите о станкостроении, и вы говорите, что ниша свободна, и вы говорите, что мы конкурентоспособны. Она, свет, условно, свободна. То есть на ней есть иностранные производители, есть среднее положение, потому что российская техника все-таки, она надежнее пока, чем техника Восточной Азии. Менее может быть надежна, но дешевле, чем техника, произведенная в Европе, да, в Германии и так далее. И вот как раз эта промежуточная ниша, она, да, сейчас свободна. Пока мы работаем в условиях импортозамещения, санкций, да, вот она условно свободна, безусловно. Но это тот коридор, в который можно войти, государство его создало, и компании, которые готовы к этой конкурентной работе, пока в ограниченных конкурентных условиях, они смогут в случае отмены санкций работать уже на... Каждый из наших трех гостей, я к чему? Говорит об этом с великой осторожностью. С великой осторожностью. Но вот пока есть возможность, может быть, условия государства... Что касается станков, давайте этот вопрос полностью раскроем. Это реальные условия, которые сегодня существуют. Мы их понимаем, осознаем, принимаем и начинаем в рамках этих условий работать. Ну, в любом случае, то есть мы должны эту нишу настолько занять и закрепиться, чтобы предприятие чувствовало себя уверенно и, да, и зарабатывало хорошие деньги, чтобы мы понимали, что условия, которые нам обеспечивает государство ли, или там, я не знаю, кто еще должен их обеспечить, они должны быть стабильны на протяжении какого-то количества лет или нет. Потому что если у нас есть прекрасное станкостроение дешевое в Юго-Восточной Азии, еще более прекрасное, дорогое, но надежное там в Европе, например, или в Америке, то даже то, что мы где-то между ними там находимся, не позволяет нам чувствовать, что мы сейчас вот тут развернемся, и кому мы будем все это продавать. Потому что с нефтяной отраслью все понятно, она у нас развивается, мы знаем, кому мы это будем продавать. А станки сами себе будем продавать? Ну, и с нефтяной отраслью тоже все в определенных ограничениях работает, да. Не вошли бы, наверное, на рынок нефтянки наши предприятия, если бы не было той экономической ситуации мировой и политической, которая сложилась. Ну, сложнее был бы вход. Ну, тут уже все, тут уже зашли, можно сказать, закрепились и застолнили. Ну, государство пока еще держит этот коридор и не планирует в ближайшее время от него отказываться. Ну, я специально задаю такой вопрос. На самом деле все не так плачевно и никакого, значит, тут ожидания, я думаю, не предвидится. То есть, ну, мы все понимаем, что жизнь у нас такая, какая она есть. Мы так живем. Вот сегодня санкции есть, там, вчера их не было, но радикально это в жизни ничего не поменялось. Исходим именно из того, что прежде всего нужно иметь технологии и оборудование. Для того, чтобы делать качественные, хорошие вещи, нужно иметь технологии и оборудование. Будет технология и оборудование, соответственно, будут люди подготовлены для работы на этом оборудовании. Вот, по большому счету, мы этим сейчас и занимаемся. То есть, мы вкладываем средства в технологии и в оборудование. Вот технологии – это как раз то, что позволит создать базу, а далее, я думаю, мы подключим научный потенциал, коллег слева, коллег, которые по фронту от нас находятся. Мы сейчас имеем в виду ВИАТГУ и правительство кироскопа. Нет, по фронту это тоже ВИАТГУ. А не слева. Сегодня предприятие ведутся как раз функции технических разработок. Что, в принципе, это правильнее было бы, чтобы это как раз уходило в науку, в наше все институты. Но мы как раз в первом части. Мы сейчас касаемся станкостроения, а тут уже можно идти дальше, скажем, в роботехнику. Да, в машиностроение классическое, создание. И неправильно, что этими разработками, как сказать, прикладными занимаются все-таки предприятия. Ну, понятно, что когда этим занимаются предприятия, это его ноу-хау, это его патенты, это его конкурентные преимущества. Но если, скажем, это будет вести с разработкой на уровне базовых вызов, как такого бэкграунда, то, соответственно, больше бизнеса может этим пользоваться. Здесь я уже осуждаю не как промышленник предприятия, а больше как общественник. Есть ведь еще одна сторона. После того, как продукция, ну, она и выпускалась в свое время, да, и пойдет на рынок, нужно развивать сервис. Нужно именно... Сопровождать продукцию, да, в течение вечного цикла. А это чья задача? Это задача университета или это задача завода? Нет. Ну, не университета, а каких-то структур, которые выйдут, отпачкуются, там... Это задача изготовителей вплоть до этапа утилизации. Как это с автотранспортом происходит, точно так же должно быть и с оборудованием. То есть наше оборудование, которое было изготовлено в 40-е, в 50-е годы, оно сегодня сохраняет свои... Ну, на отдельных, значит, участках, там, где оно используется, как положено, оно до сих пор сохраняет свои потребительские качества. Точно так же и немецкое оборудование, которое даже по репарации было вывезено, оно и сегодня сохраняет свои потребительские качества. То есть речь идёт именно о том, что должна быть качественная, качественные изделия. Изготавливаться должны быть качественные изделия. Это только технологии и оборудование, опять же, которое на класс будет выше и лучше того, что будет делаться на нём. Да, в предыдущей части мы как раз говорили о том, что есть проблема, когда какая-то часть не ломается в течение 10, а то и 20 лет и становится невыгодно продавцам её продавать. Ну, продавцам невыгодно, а изготовителям выгодно, потому что, ну, хорошая вещь, если созданная, она работает, она всё-таки толкает на создание вещей ещё лучше, понимаете? То есть, ну, вот мы приводим там пример, взять же этот ВПК, флот Японии, он перевооружился уже 7 раз со времён Второй мировой войны. 7 раз. Вот мы начали, по сути дела, только второй раз перевооружаться. То есть вы представьте себе, то есть они за 7 лет провернули все технологии, за эти же 7 лет они качественно улучшили продукцию военную, качественно улучшили продукцию гражданскую, и мы сегодня все восторгаемся именно вот этой техникой. То есть именно вот эти технологии передовые, они совершенно верно, если они многократно обновляются, они как раз оттащат за собой вот уровень жизни. Приверемся буквально на полторы минуты, у нас реклама, и продолжим разговор. Партнёр программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Остаётся 13 минут нашей программы. Александр Максим, исполнительный директор завода «Сельмаш», в гостях «Разворот на бизнес» Владислав Попов, заместитель генерального директора завода «Сельмаш» Иван Губин, директор политехнического института Вятского госуниверситета. А тема у нас сегодня «Держим оборонку, проживут ли кировские машины, строительные без госконтрактов» и обсуждаем уже, сначала лепся сейчас «Сельмаш», как ведётся работа по поиску, не поиску, производству гражданской продукции. И сейчас в перерыве обсуждали, должны ли заводы, оборонные предприятия, заниматься маркетингом и разработкой новых изделий. Гражданских изделий. Гражданских изделий. И Владислав как раз сказал, что это не наша задача. Вообще есть такой принцип старый, это «Богу-богу Кесарю Кесарева». Когда у нас Иван Губин выступал, он сказал, что мы разрабатываем новые технологии. И вот, как так и мнение, что проблемы с маркетингом. Наверное, всё-таки ВУЗ должен заниматься наукой, именно максимизацией самих идей. Может быть, там тех же патентов, технологий. Заводы, тем более оборонные заводы, всё-таки должны заниматься оборонкой. Потому что и специалисты, и активы заточены под оборонку. Но, с другой стороны, если есть предприниматели с деньгами и со знанием своих специфик рынков, гражданских рынков, которые могут прийти на эти заводы, с одной стороны, они должны, как в магазине, зайдя в ВУЗ, получить технологии, зайдя на предприятие, получить доступ к активам промышленным. Вот это всё, насколько я понимаю, у нас присматривалось созданием такой системы, как ГЧП, государственное частное партнёрство. Возможно, это не совсем в тему, но мне кажется, что система должна работать так, что каждый должен о чём-то специализировать. Оборонный завод на оборонных заказах, на оборонных технологиях. То, о чём говорил Александр Васильевич, что мы должны с каждым годом всё лучше и лучше делать танки, самолёты и всё, что связано с защитой нашего государства, наших интересов. В ВУЗе должны заниматься наукой, именно разработкой и фундаментальных каких-то технологий, ну и прикладных технологий. Ну, а частные инвесторы, обладая своим капиталом, должны как-то вот между этими двумя полюсами лавировать. Как? Это, наверное, вопрос уже, а, и государство должно всё этим делом управлять. А государство всем этим делом управлять. А государство вам поставило задачу... Переход 50% в гос. И что с этим делать? Ну, у нас же здесь нет чиновников, которые... Ну, конечно, но что с этим делать при таком раскладе? Хочешь, не хочешь, переходи, или ты можешь этого не делать. На самом деле есть разные предприятия. Для меня вообще удивительно, как государство может ставить задачу перед частными, например, предприятиями. Главная проблема у нас, вот мы раз обсуждали, что оборонное предприятие на сегодня, я не знаю, вы это обсуждали в 11 часов или нет, но на сегодня все госпредприятия работают в рамках так называемых гособоронзаказов, когда... Госпредприятия? Не госпредприятия, а предприятия, получающие оборонные заказы. Согласно нового подхода, государство в лице заказчиков выделяет ровно столько средств, сколько полагается по смете на производство данного изделия. Мало того, там даже чётко не приписано, как из какого источника обновлять данные оборонные фонды. Соответственно, предприятий, получающих гособоронные заказы, мало того, что деньги обычно выделяются не в 100% объёме, а условно 50% авансируется работа там на какой-то материал. Правильно, потому что ещё 50% приходит достаточно поздно, что после окончания контрактов. То есть и так даже денег-то не хватает на оборонный заказ. И при этом, как ещё с этих денег выделить деньги совершенно верно? Вкладываться в разработки, в маркетинговые исследования. Во-первых, это просто незаконно, потому что всё проверяется и банками, и контрольными структурами. Во-вторых, этих денег просто не хватает на фундаментальной разработке. То есть как-то получается странно, что с одной стороны тебе говорят делать, с другой стороны, а как? Да, а денег на это нет. А у меня ещё интересная тема. Если позволите, да, сегодня как раз пресс-релиз появился, что была встреча по проекту Волга-Инзы. Александр Анатольевич Чурин, бывший генеральный директор, сейчас первый зампредседателя правительства области, участвовал во встрече с китайскими товарищами, да, и говорили о привлечении в регион иностранных инвесторов. Вот вообще тема ОПК и предприятий, там, машиностроения нашего, иностранные инвесторы, они как-то могут стыковаться? Как-то стыкуются вообще? Мы можем... Просто есть же пример, там, ну, не машиностроительное предприятие, но пример завода, там, Шинного, где есть номенклатура. Не государственного, ну, как бы, гособоронзаказа и в то же время иностранное производство. Насколько я знаю, что не подпозили даже завод, да, на два отдельных субъекта. Ну, речь-то ведь о чём? Криславий сказал, инвестор — это человек, который знает, что он хочет получить. То есть он уже купил идею, ему нужно быстро реализовать, в общем-то, то, к чему он стремится. Соответственно, вот ничего здесь, никаких противоречий, в общем-то, я не вижу. Если идёт инвестор на любой завод, то есть закажет продукцию, получит результат, и в итоге всем будет от этого хорошо. Будет хорошо тем, кто является, значит, собственником интеллектуального продукта, тем, кто обладает основными фондами и сделал этот продукт, да, и кто в конечном результате является конечным бенефициаром, да, это вот именно этот инвестор. То есть только как заказчик? Совершенно верно. То есть точно так же, как мы заказываем наши продукты в Китае, они выходят под российскими брендами. Есть ресурс, вот есть площадка, есть технологии, оборудование, условно говоря, да, сотрудники, пожалуйста, ты приходишь со своим проектом, тебе подходит этот ресурс, платишь деньги, производишь. Звучит красиво и просто, всё ли просто на самом деле? У нас вообще такая практика была хоть раз? Нет, но это называется инвестициями, что все это понимали. Такая практика есть, в принципе, и даже у нас на Телемаши есть. На заводе у нас есть. Вот у нас есть предприятие ООО «Вятка», которое все время вышло из оборонного комплекса, куда, в принципе, пришли частные инвесторы, уложили деньги и, собственно говоря, на оборонных мощностях получили гражданский продукт. Какой? Ну, так называемая трубная заготовка, и вот то, что как раз Александр Алексеевич говорил. И продукты из этих трубных заготовок. Да, да, то есть фактически на сегодня «Вятка» является одним из основных поставщиков определенных комплектующих для нефтегазовой промышленности и для тракторной промышленности, для машиностроения. Для гусеничной техники. При этом эти мощности также используются и для оборонных заказов. Это не на «Вятке» пальцы-то делали, которые не сраживаются? Нет, пальцы делали на заводе, там делали втулки. Там делали втулки, сейчас делают втулки. Причем втулки они могут делать как для японских тракторов, как для южнокорейских, для американских, для любых. То есть я так понимаю, что вот это вот не заявление даже и не распоряжение Владимира Владимировича Путина прозвучало о переориентации 50% производства, а предупреждение. Он сказал, что, ребята, оборон заказа не будет, поэтому в какой-то период времени... Ну, скажем, у кого-то останется, у кого-то не будет, у кого-то подожмется. Да, поэтому это в ваших интересах... Надейтесь только на себя. Да, в ваших интересах я вас предупредила, что денег оборонных вот сейчас не будет столько, сколько было. Это с одной стороны, а с другой стороны, ведь достаточно продолжительное время все-таки эти госзаказы были, и фонды тоже обновлялись, покупалось оборудование все-таки, да, менялись технологии. Вот оно. То есть нельзя вкладывать средства в другие производства и пользы. А в себя можно. Но можно обновлять свой парк станков. Мы еще забываем то, что если мы говорим вообще про ВПК, то все-таки основным собственником предприятия ВПК является государство. Поэтому когда он через закон творчества говорит предприятие, вы пока бы как-то тут конвертируетесь, конверсируетесь, так это просто к себе обращенному государству, как к собственнику этих предприятий, не к самим предприятиям. Поэтому не может, скажем, менеджмент предприятия, находящихся в собственности государства, принять решение, давайте-ка мы будем делать, например, не самолеты, а будем делать коляски. Такое решение может только собственник принять. И то же самое, если мы просто, скажем, какой-то наебный менеджер, давайте-ка мы изучим сегмент, не знаю, производство чего-то. Вот я привел, например, колясок, тоже это нереально, чтобы человек, который всю жизнь сделал там танки, завтра начнет проектировать коляски. То есть там тоже, получается, госзаказ тоже существовал? Кстати, с колясками, вот сейчас я их вспомнил, я как раз, я знал начальника цеха на ВИТЭКе, который занимался колясками, он мне рассказывал такую хохму, говорит, ну мы действительно изучили этот сегмент, мы сделали шикарные коляски, они были прекрасные коляски. Позывались они «Аленка». Да, было только один минус, они были очень тяжелые, но это все-таки оборонный завод. Не титановые. Они складывались в чемоданчик, и женщина могла ее, улыбаясь, носить на рекламной фотографии, но так его не поднимешь. Все-таки, если мы говорим о государственных предприятиях комплекса оборонного, то там тоже, получается, в производстве гражданской продукции должен быть госзаказ, я так понимаю. То есть туда деньги идут по госзаказам или нет? Если в случае сельмаши это не так? Нет, в случае сельмаши это не так. У нас нет продукции, которая попадает под гражданские государственные программы. То есть это государственные программы, допустим, это гражданская авиация, да, понятно, что там такие заводы, как Лепси, туда автоматически попадают, делая узлы комплектующие. Но туда завод «Авитек», я думаю, не попадет. А завод «Сельмаш» в специфику того, что все-таки мы боеприпасное предприятие, да, мы тоже туда автоматически не попадем. Ну, а что касается нефтянки, у нас же есть госконцерны еще и в этой селе. Это тоже коммерческие предприятия, нет государственных программ, то есть нет государственных программ, которые бы предусматривали четкое выделение средств, распределение этих средств и ответственность за конечный результат. С точки зрения рынка-то это правильно и хорошо, конечно, но как развиваться? Не все ведь на рынке продается, понимаете, не все продается на рынке. — Коллеги, давайте просто немножко еще вернемся к самому вопросу, собственно. Конверсия — это не задача перехода всех на производство гражданской продукции. Предприятие так или иначе дифференцируется, то есть оборонно-промышленное предприятие. Ну, не имеет смысла сейчас КМП, недавно отстроенный завод под производство конкретного продукции, переводить на гражданские рельсы. Ну, не имеет смысла. То есть для каждого предприятия будет своя стратегия развития. Кто-то будет делать акцент на захват новых рынков в области гражданской продукции, до нового назначения, а кто-то будет стремиться увеличить свой оборонзаказ. То есть оборонзаказ, он все равно сохранится. И, собственно, большинство предприятий кировских на сегодняшний момент, не знаю, к счастью или к сожалению, избирает для себя именно эту стратегию. Захват больших объемов гособоронзаказа. Она тоже имеет право на жизнь. Насколько жизнеспособна окажется, это время покажется. Да, еще не надо забывать, что все-таки наше вооружение, оно не самое плохое в мире. Правильнее было бы сказать, наверное, одно из лучших. И есть внешние рынки. И о этих внешних рынках не нужно забывать. Мы ушли с этих рынков в 90-е годы, не вернулись в нулевые, и только сейчас робкие попытки туда вернуться. И, кстати, санкции, они бьют именно по этим направлениям. То есть государство не может заработать эти деньги только потому, что идут ограничения именно и в части запугиваний, и в части отсутствия рекомендаций, покровительства и всего остального именно того, что покупалась наша продукция. То есть санкции не выпускают на международный рынок продукцию. Просто не дают покупать нашу продукцию, при том, что спрос на ней очень большой. И постепенно те страны, которые являлись всегда нашими потребителями, они отсекаются одна за другой. Но это происходит геополитически, это преподносится по-другому. Но фактически мы теряем рынки сбыта. Ну, у нас появляются новые рынки сбыта, опять-таки. Какие? Ну, как военные продукции, так и продукции гражданского назначения. Да. Но на самом деле интересно наблюдать за этой историей. Мы не зря с Олегом взяли такой веселый достаточно опрос и вспомнили ту продукцию гражданскую, которую производили наши. Со слезами. И забыли про стульчик. Туалетный стульчик детский. Да. Но сейчас вспомнили. И все-таки мы видим, что ситуация практически не изменилась. На сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте мы спрашивали, какие изделия нашей оборонки, гражданские изделия, вы сейчас бы купили. По-прежнему ВКонтакте большинство хотят мотороллер. 23 процента, 40 процентов при этом не одно из перечисленных нами. Уже сократилась доля. Было около 50. Совершенно верно. На сайте хакирова.ру также лидирующий ответ мотороллер Вятка 21 процент и 72. То есть практически 72 не собираются ничего покупать. Оставшийся готов мотороллер купить. Вот, товарищи, вот мы маркетинговые исследования провели. Пожалуйста, рынок вам. Спасибо большое за участие в нашей программе. Александр Максиум, исполнительный директор завода Сельмаш Владислав Попов, заместитель генерального директора завода Сельмаш Иван Губин, директор политехнического института ВИАДГУ Светлана Зайвко и Олег Прохоренко. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова